Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Да, городец, малый город Нижегородской области, город старинных церквей, купеческих особняков, сокровищница народных художественных промыслов, музеев и прекрасных экспонатов. Мы все это очень бережем, созидаем, сохраняем и, конечно же, стараемся популяризировать. И в настоящий момент открыты все перспективы, действительно, для развития внутреннего туризма. Мы открываем новые объекты показа. И вот с одним из таких проектов как раз-таки я и стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства». Это был прекрасный опыт, мультимедийный новый совершенно музей, абсолютно не похожий уже на те музеи, которые у нас ведут свою работу. И хочется сказать, что был такой момент, когда возникали все-таки вопросы. И вопросы, ну, чаще всего, скажем так... При реализации проекта. Да, конечно, чаще они были именно кадрового характера. Вот, то есть сложно было, конечно, и профессионалов привлекать, повышать компетенции, навыки своих сотрудников. И после конкурса мне предоставилась, на самом деле, уникальная возможность, за что я очень благодарна. Я прошла обучение в мастерской «Сенеж» по программе «Школы национального гостеприимства». То есть там была проектная деятельность, нас объединяли в региональные команды. Это очень была продуктивная работа, на самом деле замечательная. И мне бы хотелось обратиться с таким предложением, как организовать на федеральном уровне масштабную образовательную программу, куда могли бы войти не только просто специалисты туризма, но и управленческие кадры, и бизнес-сообщество, и эксперты туриндустрии. Потому что это направление нужно развивать сообща, вот, то есть и территорию развивать сообща. И я сама бы с огромным удовольствием приняла бы участие в такой образовательной программе. Вы предлагаете такую программу сделать в рамках какого-то министерства, ведомства? Может быть, да, может быть, даже при Ростуризме. Ну, тут мне как бы даже сложно как-то это прокомментировать, но мне бы хотелось. Но мне кажется, при Ростуризме самое естественное. Да, да, и чтобы это именно было комплексно. Вот это самое главное. У нас, мы уделяем этому необходимое внимание в связи с развитием внутреннего туризма. Вот попрошу, Дмитрий Николаевич, еще может дополнить наверняка. Дима. Да, совершенно точно. Мы подготовим образовательные модули совместно и привлечем ребят к участию в них. Конечно, у нас сейчас создаваемая инфраструктура требует кратного увеличения количества специалистов, которые на ней будут работать. Отработаем. Принимается. Спасибо. Мы в нашей мастерской управлении Сениш сможем такую программу подготовить вместе с коллегами из Ростуризма. Абсолютно точно этого нас требуем. Спасибо.